В Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов требуется врач-терапевт. Об этом сегодня в ходе встречи с депутатами окружного собрания рассказал директор социального учреждения Виктор Синявин. Кроме того, парламентарии обсудили строительство нового здания для дома-интерната и пообщались с его постояльцами. Подробности далее. В настоящее время в доме престарелых и инвалидов проживает 85 человек. Это граждане пожилого возраста, инвалиды старше 18 лет, частичные или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Это единственное учреждение такого типа на территории региона. В штате учреждения предусмотрена ставка врача-терапевта. Впрочем, она остается вакантной. Врачи предпочитают устраиваться на работу в медучреждения, потому как на дом престарелых федеральная программа государственной поддержки «Земский доктор» не распространяет свое действие. В ходе обсуждения этого вопроса было принято решение предусмотреть меры поддержки врачей, работающих в учреждениях не медицинского профиля на региональном уровне. Необходимо будет внести небольшие поправки в законопроект для того, чтобы врачи могли не просто сюда приезжать, а оставаться именно для работы в этом учреждении. То получается так, они переходят в амбулаторию и учреждения остаются без врача-терапевта. Во время рабочего визита парламентарии осмотрели помещение дома престарелых и пообщались с постояльцами учреждения. Здесь представители высокого возраста проводят свое свободное время за просмотром фильмов, чтением книг и другими занятиями. «Спортом занимаемся, и нас возят в спортивный комплекс». «А рукоделием занимаетесь?» «Рукоделием занимаемся». «За зимнюю рыбалку, я так понимаю, что вы хотели бы сходить?» «Да когда-то, когда была возможность. Зимняя рыбалка – это отличный вид отдыха. Но у нас пока не получается. Зато летняя рыбалка у нас прекрасна». «А для зимней рыбалки чего не хватает? Теплая одежда?» «Да нет, это не теплая одежда. Но все-таки надо рыбное место, а до рыбного места далеко отсюда. Транспорт. Буран хотя бы один на всех». Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов располагается в трехэтажном кирпичном здании 90-х годов постройки. Существующих помещений сегодня уже не хватает. Поэтому идет активное обсуждение строительства нового здания. «Сейчас мы с департаментом строительства еще раз прорабатываем вопрос по земельному участку, потому что если ограничено земельным участком, то у нас ограничено во времени. Мы до 15 января 2021 года должны подать бюджетную заявку для включения строительства дома-интерната в федеральную адресу и инвестиционную программу. В бюджете федеральных средств уже предусмотрен на 2022 год, в федеральных средствах 350 миллионов, и в 2023 будет завершение строительства. И по концепции общественные места должны быть рядом. То есть выбирая сейчас застройку, мы должны максимально выбрать место там, где будут рядом разные общественные места». По словам Сергея Свиридова, во второй декаде ноября департамент намерен внести на рассмотрение регионального парламента изменения в закон о бюджете, где будут предусмотрены средства на проектирование здания нового дома-интерната на 100 мест.